Внук первого президента Казахстана Айлсултан Назарбаев попросил политического убежища в Британии. Внук-наркоман заявил об украденных у казахского народа миллиардах долларов и коррупции правительств Казахстана и России, что стоит за такими признаниями. То, что я написал, это лишь один процент того, что я знаю. Внук Нурсултана Назарбаева обвинил власти Казахстана в краже миллиардов долларов у народа и попросил убежища в Британии. О таинственной истории Айлсултана Назарбаева Андрей Ромашков. 29-летний Айсултан Назарбаев сын старшей дочери Нурсултана Назарбаева Дереги, спикера парламента страны. Правда, теперь внук Елбасы называет себя Айсултаном Рахатом в честь своего покойного отца, бизнесмена Рахата Алиева. Более чем провокационное сообщение о конфликтах внутри первой семьи Казахстана и о коррупции в высших эшелонах казахских и российских элит Айсултан опубликовал на странице в Facebook, которую можно с определенной долей уверенности считать подлинной. В посте на 10 тысяч знаков есть все. Рассказ о незаконных газовых сделках на сотни миллионов долларов, идущих в карманы приближенных лидера нации. Подробное описание противостояния Айсултана с матерью, которая якобы более года продержала его в российской психиатрической клинике. Благодарность российским спецслужбам, которые его якобы оттуда вытащили. И даже признание в том, что он пытался покончить с собой в чужой квартире в Лондоне и укусил полицейского при задержании. Своей оценкой откровений делится президент Казахстанского центра гуманитарно-политической конъюнктуры Есинжол Алияров. Я думаю, что здесь можно отнести не совсем здоровый образ жизни, который ведет этот молодой человек. Просто жалко молодого человека, который становится просто игрушкой в каких-то играх. Мне кажется, что во многих вопросах надуманные проблемы, которые говорит молодой человек, и надуманные эти слова используются теми людьми, которым выгодно использовать его сказанные слова. Хотя сторонний наблюдатель мог бы предположить, что скептицизм казахстанских политологов объясняется политической ситуацией в стране, причин сомневаться в словах Айсултана достаточно. В последние месяцы внук Назарбаева опубликовал немало странных постов, в том числе о колдунах и магии, об Аллахе и сыне его Иисусе, и о том, что его мать, цитата, «держала деда на крюке из-за того, что я его сын». Как реагируют на это жители Казахстана? Рассказывает редактор интернет-издания «Уральская неделя» Лукпан Ахмедьяров. Больше любопытства, наверное. Наблюдение и любопытство. Я не могу сказать, что у большинства людей в Казахстане персона Айсултана вызывает сочувствие или отторжение. Я не знаю, приятие, неприятие, такого нет. Просто любопытно. Почему любопытно? Потому что очень долго семья Назарбаева была такая августейшая семья, которую знали только по картинке в телевизоре, а картинка была очень благодушная. И вот с тех пор интерес все больше и больше начал просыпаться по отношению к Айсултану. И люди все больше и больше смотрят за ним. Но, еще раз повторяю, это и несочувствие, и не отторжение, и не неприятие. Это просто любопытно людям, что же там происходит в этой семье. Теперь Айсултан Назарбаев планирует просить убежище в Великобритании, поскольку он якобы владеет информацией о высокомасштабной коррупции между правительствами России и Казахстана. Доказательств озвученных обвинений в посте не приводится, а в Нурсултане уже заявили, что внукам лидера нации манипулируют. Подробности Айсултан Назарбаев обещал рассказать в интервью Times.